Ну что, добрый молодец, с чем сегодня мы славным образом потрудимся? Вот сейчас как раз было, конечно, намного, ну, немного интересно, наверное, я там в транс, решил сходить пока, там, суть до дела. Я просто под нашу сессию сегодня в себе решил выходной устроить, ну вот и... Ну, то есть у меня до этого вопрос, запрос другой был, после транса решил изменить. То есть, преамбула такая. Тут вот я давеча проходил в бычу мечты, у меня одна из целей, связанная несколько со сменой рода деятельности. Правильно? Понятно, пока да, рассказываю. Ну, я вообще в упор не вижу, не понимаю, как туда свернуть. Новый вид для себя деятельности, даже толком не знаю, с чего начать. Вот я хотел бы над этим поработать. Так, и каким образом вы себе это представляете? То есть, есть желание перейти в другую сферу? Да. Ну, не знаю, какие-то, хотя бы понимание, там, где смотреть. То есть, представление, какая эта сфера, нет вообще? Ну, есть. Есть. Сейчас я в строительстве больше работаю, а хотелось... Больше в индустрию как-то так, развлечений. Угу. Ну, вот и так, если в общих, я потом, я как бы, глубже пока сам до конца не понимаю, не хотел бы... Ну, у меня есть мысли, некоторые идеи, но пока я сам до конца не понимаю, не хотел углубляться, дабы и себя, и вас не углодить в заблуждение. Ну, я думаю, что того, что озвучил, достаточно. Если нет, то давайте можем еще что-нибудь. То, значит, насколько я понимаю, есть нынешняя сфера деятельности, есть желание уйти в другую, куда пока непонятно, что пока непонятно, как непонятно. Ну, мне более понятно, как объяснил. Вот как вообще непонятно. То есть, куда примерное направление, я знаю и вижу. Ну, во-первых, с нынешней, во-первых, с нуля тоже, да, там, условно говоря, там, с минимальной зарплаты не хочу начинать. Ну, это, наверное, с любого запроса тянул. Ну, вот, да, в общих чертах так, да, все правильно. Угу. Ну, хорошо. Тогда заглянем. Ну, заглянем, посмотрим, что и как. Позраивайтесь уютненько. Закрывайте глаза. Ой, Виталик пришел. Угу. Ну, давайте начнем. Глубокий вдох через носик. Медленно, протяжно выдох через рот. И сейчас подышите в темпе, который чуть глубже, чуть медленнее, чем обычно. И почувствуйте, как каждый вдох приносит волну расслабления. И она прокатывает по всему телу, от самой накушечки до кончиков пальчиков на ногах. А каждый выдох забирает и выносит все, что мешает расслаблению. И что бы это ни было, чем бы это ни оказалось, мы просто выдыхаем. Свободно, легко, естественно. И каждый следующий вдох накатывает очередной волной, проникая в каждую клеточку, усиливает состояние расслабленности. Так, что выдох помогает в этом. И вслед за дыханием постепенно выравнивается сердцебиение. Замеряется ход мыслей. И пусть они плывут, как облака по небу. Мимо. Не тревожи, не занимай. А может быть, и вовсе повезет, что они остановятся. И почувствуйте, как тело наливается приятной тяжестью. Речки на выдохе уходят немножечко вниз. И напряжение окончательно стекается в силу тела. И уходят в землю. И сейчас бережно прикоснитесь к своему телу. Все ли внутренние органы, все ли части тела устроились уютненько. Нет ли где-то зажимов, перекосов. Если есть желание, если удобнее, сделайте это прямо сейчас. Замечательно. Ну и давайте сейчас поэкспериментируем. Вот вы сейчас находитесь в пространстве. Ну, имеете определенное положение. У вас есть сфера деятельности. И представьте сейчас, вот вокруг вас, то место, где вы работаете. Кипит деятельность. Та, которой вы занимаетесь в данный момент. А вот где-то в стороне, рядышком, недалеко. Есть другая сфера. Вот та самая, куда вам очень хочется перейти. Хочется, но пока непонятно как. И вот сейчас посмотрите, вот та сфера, как она выглядит. Как выглядит та сфера, в которой вы находитесь. А как выглядит та новая, другая? Чем они отличаются? Ну, моя такая скучная, как любая стройка. Там весело. Там огоньки. Для ярмарка. Так, огоньки. Ну, в смысле, не сетлички, а вот новые эти, гирлянды там сервер. Это понятно, да. Понятно, что там веселье, привлекает внимание. Ага. Хотя, по факту, может быть, оно не так, но внешне все равно гораздо интереснее. По факту, может быть, не так, да. Внешне это выглядит вот так. Так, хорошо. Ну, вот сейчас посмотрите на ту новую сферу и сделайте шаг вперед. Выйдите из своей скучной сферы. Поглянитесь назад, посмотрите на него. Ага. И посмотрите сейчас на свое тело, на то, что находится вокруг, и ответьте на вопрос себе. Есть ли какие-то преграды и препятствия к тому, чтобы перешагнуть в новую сферу, вот туда, где весело и радостно. Можете ли вы это сделать? Просто продвинуться. Я могу, но не знаю, куда идти. А вот смотрите, она сейчас перед вами. Можете ли вы двигаться по направлению к ней? Просто шаг за шагом передвигаться? Или где-то внутри что-то вам мешает? Какие-то сомнения, переживания? Что? Как реагирует тело? Ну, как бы, немного, но совсем немного. Страшно, что я, ну, как бы, с нуля начинать, но что я совсем еще до этого не сталкивался. Не знаю, ну, отсутствие опыта, вот, немного пугает. При этом, как бы, я знаю, что я разберусь, поэтому, ну, даже не пугает, немного неуютно. Хорошо, то есть есть состояние такое. Ну, не то, чтобы пугает, мне это обычно мало и волнует, но неким таким сторонним, раздражающим кукурузом, как вот мух, когда жужжит. Вот, некоторое там общественное мнение, либо семьи, что может быть, я там, такой стабильный, стабильный, ну, как-нибудь, такожное стабильное, но, по крайней мере, понятная сфера этого проектирования строительства. Если я перехожу, не совсем понятно. Понятно, объясняю? Хорошо. То есть есть сейчас два состояния. Одно вот такое, как муха навязчивая, а второе, где-то внутри состояние страха, перейти куда-то, ну, в новое место при отсутствии опыта. Да, и в связи с этим немного тоже опасения, такие потери, немного статуса, потому что тут уже много, не мало, 10 лет, до 12 занимаюсь. Угу. Хорошо. С чего же мы начнем? Что же сейчас ярче всего? Я полку, в общем-то, не заканчиваю, я не знаю. Какое ощущение? Ярче, ну, вот эти, сдерживающие. Страх? Ага, вот самое яркое. Вот сюда идем тогда. И вот понаблюдайте, что в теле откликается, как этот страх выглядит, страх отсутствия опыта, страх войти куда-то вот в новую сферу. Что это? Как откликается в теле? В общем, это такая ледяная штука. Так. Ну, она как вот, ну, в принципе, как ветка дерева, вот так вот она откуда-то отсюда вот торчит в груди и заканчивается возле солнечного сплетения. Да, она невозможная. В общем, она, да, она как ветка, но вот оледеневшая. Ага, замечательно. Вот тогда сейчас на эту ветку посмотрите и скажите, я прошу тебя выйти из моего тела. Я отказываюсь за тебя цепляться, отказываюсь тебя удерживать, размещайся снаружи. Получается? Да. Вот. И сейчас посмотрите на нее снаружи тело, она все такая же ветка с обледенением или она все-таки как-то изменилась? Понаблюдайте за ней. Что от нее исходит по отношению к вам? Какие там состояния, эмоции? Что она вообще делала в вашем теле? Какие у нее были задачи? Ну, такое вот мягкое сдерживание и попытка держаться в какой-то таком стабильном потоке, ну, карьерно-финансовом в том числе, да. Угу. Ну, я тебя не буду сдерживать. Я не буду тебя ограничивать. Я выбираю проявлять к тебе вот исключительно добрые чувства. Я не стану тебя замораживать. Я разрешаю тебе проявиться во всей красе. Ну, понаблюдайте, что происходит. Нет, цветочки появились, тут на яблоне. Цветочки появились, то есть она живая. Теперь лед ушел? Тает. Тает. А теперь понаблюдайте, куда же он тает, куда же утекает вода, которая стекает с ветки. Ну, под ней собирается в углу. Ага. Ну, вот скажите этой ветке еще разок. Я не буду тебя замораживать. Я отказываюсь тебе морозить, сковывать, обледенять. Я выбираю проявлять к тебе исключительно добрые чувства. Угу. Отлично. Какая она теперь становится, эта ветка? Цветок больше стало? Вся вода утекла теперь, весь лед ушел. Да, она как-то так ярче стала. Точнее, да? Ага, отлично. А давайте-ка обратим внимание на ту воду, которая внизу собралась. Что она из себя представляет? Как выглядит эта вода? Где она собралась? Она где? На почве, на асфальте. Где она? Что там внизу? Земля, да. Но она черная. Вот, отлично. Тогда разрешите Земле напитаться этой влагой. И разрешите этой Земле проявить все свое плодородие. И породить там то, чем там свойственно быть по природе вещей. Что получается? Какая тут реакция? Колос урастает. Ага. Какой? Ну, видимо, пшеница не особо, чтобы ботаник. Так, отлично. Он прям такой большой, такой, как этот, гербайц. Огромный, прекрасный. А теперь поощущайте, послушайте, это чье? Это ваше или чужое? Ну, если ты мой, наклонись ко мне, придвинься ко мне. Если чужой, отодвинься дальше. Он ко мне наклоняется, и че-то прям так хочет ко мне. Угу. Ну, скажите тогда этому колосу, ну, раз ты моя сила, раз ты моя энергия, я тебя принимаю. Я разрешаю тебе раскрыться, проявиться во всей красе. Никогда больше от тебя не откажусь. Ну, расконсервируйте эту энергию. Пусть сейчас этот колос растечется в виде энергии, в виде силы и сольется с вашим телом. Разрешите ему занять именно то место, которое ему принадлежит по природе вещей, не больше и не меньше. И отныне проявляться в вас и через вас, в вашей жизни, во всем своем естестве. Поощущайте, послушайте эту энергию. Получается раскрыть ее? Что происходит? Ну, так, подошва. Рисаться. Хорошо, я разрешаю этой энергией протекать во мне и через меня абсолютно свободно, легко, естественно. Самым комфортным для меня способом. И я себе разрешаю вырасти здесь и сейчас до того уровня, который позволит мне принимать весь объем мою силу, не больше и не меньше. Принимать и проявлять во благо себе его. Как теперь состояние? Ощущение, что чуть-чуть легче дышать стало. Так. Это свободно. И такая вот тут в плечах легкость. Так, отлично. И вот послушайте, поощущайте-ка эту силу. Разрешите-ка ей проявиться сейчас во всем своем естестве. И послушайте, что за энергия, куда ее можно направлять. Что это за волшебная сила к вам вернулась? Как вы ее ощущаете? Что же это за колос? Именно энергию ощущаю по правой руке таким ручьем. Так. А что это за сила? Так, приходит такое понимание получается. Что в детстве я хотел там что-то взять. Ну, либо... Ну, что изначально за... Ага. Ага. Недоступно, нельзя. На рукой, да. А сейчас пришло ощущение, что это состояние, желание брать то, что хочется, то, что нравится, вернулось. Ну, да, что я вернулся, естественно. Ага. Я пока это больше мозгами понимаю еще. Вот мозгами. А вот сейчас поощущаете свое тело. Отреагировала-то у нас какая рука? Правая. А правая рука – это дающая рука, дарующая рука. Это наша способность отдавать в мир, дарить миру. И как здорово она отреагировала сейчас. То есть не получать что-то от мира, а отдавать. Принимающая рука левая, дающая рука правая. Разрешите себе сейчас. Свободно, легко и естественно принимать от мира те ресурсы, которые вам приходят. Те ресурсы, которые принадлежат вам по праву рождения. Вы здесь, а вы есть. А раз вы пришли в этот мир, значит в этом мире все предусмотрено для вас. И задача только разрешить себе взять то, что принадлежит вам по праву рождения. Позвольте себе это здесь и сейчас. Разрешите себе и отдавать в мир, и принимать от мира с благодарностью. Какие ощущения в теле? Рука это все равно такая невесомая. А что значит невесомая? Она такая легкая-легкая. Я вот это и хочу услышать. То есть как вы воспринимаете это состояние? Если она очень легкая, это комфортно, это хорошо? Или вы ее не чувствуете? Ну, я как бы ее не чувствую не от того, что там, да, и... Как бывает, немевшая. Вот. Я не чувствую ее веса именно, как невесомая. Вот, вот, вот. То есть это приятное состояние легкости в руке. Да. Отлично. Хорошо. И теперь вот посмотрите на цветущую ветку. Какая она у нас теперь? Лед с нее ушел. Она расплится. Она опорно расплится хочет. Вот, я даю тебе жизнь. А теперь поощущайте и послушайте. А это вообще чья ветка? Это ваша энергия или это чье-то чужое? Попросите ее придвинуться, если она ваша. И отодвинуться, если она чужая. Но если там есть и мое, и чужое, я разрешаю разделиться этому образу. И пусть все чужое отодвинется назад, а все мое придвинется ко мне. Ну, это, в общем, мамина штука и бабушки по материнской линии точно. Так. Мамина, бабушкина. Так, то есть вашего там нет ничего. Отлично. Ну, тогда посмотрите на эту ветку. Думаю, получается, лед был, правильно? На эту ветку, ага, посмотрите. И скажите, ну раз ты чужая, то я отказываюсь таскать тебя по жизни. Ну, тебя здесь и сейчас возвращают тем, кому ты на самом деле принадлежишь. Полным объемом. И пусть теперь каждый заберет свою часть. Не больше и не меньше. Угу. Что происходит? Веточка расходится? Мама и бабушка забирают? Как они ее делают? Ну, они в целом сдержанно. То есть, ну, как бы понимают, что, да. Раз теперь не нужна, то не нужна. Не особо объясняется. Пускай каждый разберет вот свою частичку, свой кусочек. Они принимают. Больше и не меньше. И... Вот. Вот, отлично. И я вам отдал ваше. Значит, я имею полное право забрать сейчас свое. Хорошо. Что возвращается? Огонь. Какой-то мультфильм, шагающий за замок Хоула. Такой-то слов. Так. Огонь. Отлично. А теперь скажите, вот у вас, как это происходит, состояние и эта энергия, как движется? Она идет, сливается и от мамы, и от бабушки единым целым? Или от каждой все-таки что-то разное? Ну, оно как-то так... Там оно чуть дальше ушло, чем за бабушку. Но как-то вот получается нитью такой тянется, она выпадет, думаю, как огонь в ладони. То есть сейчас получается так, что то, что забрали мама и бабушка, уходит куда-то еще далеко в поколение? Ну да. Тогда разрешите им отдать все до последней капли из того, что чужое, и последнюю каплю тоже. И вернуть тебе свою силу. Все-все-все, то, что чужое, они отдают, отправляют назад. Так, ну есть. Ну, я еще заранее ветку задал всем, кому хотел. Сейчас вот туда гонят, все-таки он как-то стал поярче, только у мамы остался. А теперь что они себе возвращают? Вот они вернули все чужое, что им-то вернулось? Мы выбираем вернуть себе свою силу. То, что принадлежит нам по праву. Мы изначально ветку раздали, или им еще что-то надо? Нет, вот смотрите, они отдали туда далеко то чужое от этой ветки, что принадлежало. И теперь они себе возвращают силу, на которую они поменялись. Нам это очень, очень-очень важно для нас это. То, что им сейчас принадлежит по праву, пусть им вернется. Пусть они заявят права на свою силу, на свою энергию. Там получаются такие монетки. Круглые, желтенькие. О, отлично. И они как светятся, они правда больше как получается мультяшные, такими нарисованные, но... А пусть сейчас и бабушка, и мама распакуют эти образы. Ага, пусть распакуют, разрешат преобразиться, преобразоваться в энергию. И разрешите им соединиться с этой силой. Пусть они посмотрят на эту энергию и скажут, я больше от тебя никогда не откажусь. Отныне я выбираю жить и действовать, исходя изобретенной силы. И посмотрите, что с ними происходит, когда они вот эту энергию в себя принимают. Что за состояние они испытывают, что к ним возвращается? Такой тоже легкости, где им хочется порхать, тоже может танцевать. Ну, вот это что-то не градает. Так, то есть состояние радости, состояние легкости. Так, хорошо. И вот сейчас произнесите еще раз, я вам верну ваше. Теперь я готов в полной мере принять свою силу, принять то, на что мы обменялись в действительности. Что происходит теперь? Переней. Огонек этот и остался. Мамка уже такой яркий. Вот. Он остался у мамы. Вам что идет? Ваша сила какая возвращается? Пусть проявится та сила, на которую я обменялся. Я выбираю вернуть себе только свое. Не больше и не меньше. И поставьте сразу фильтр. Представьте этот фильтр. И через него проходит только ваша энергия. Что бы там ни было у мамы в руках или у бабушки, к вам возвращается только ваша сила. В общем, там такая белая штука. По форме очень напоминает молнию. Так, молнию напоминает. А только по форме, по состоянию, по структуре, что это за энергия? Вот она сейчас проходит через фильтр белого цвета. По состоянию она тоже могла бы быть электричеством, но как-то она помягче. Во-первых, она не опасная. Это реально какая-то энергия, какая-то мощь. Да, да, да. Ага, ага. Хорошо. Ну тогда скажите этой энергии. Раз ты моя, я выбираю с тобой соединиться. Разрешаю тебе занять свое место в моем теле. Своё природное, естественное место. Я выбираю тебя одну, не проявлять свободно. Проявлять, применять, взращивать. И поощущайте, что с телом происходит, что это за мощь такая, что это за энергия, какого она качества. Это интересно, а сейчас вторая рука вот так нанимела закололочить. Угу. Так, сначала у нас была правая рука, лёгкая, невесомая. Теперь левая рука. Ага. Она как-то больше наоборот, как-то так налилась, что ли, с силой такой-то. Угу. Ну, наоборот, более такой ощутимый стал. Отлично. А теперь разрешите-ка вот этим энергиям, которые влились, взаимодействовать между собой и с теми энергиями, которые уже были внутри, гармонично. Позвольте им проявляться вместе, по отдельности, как угодно, как им больше нравится. И разрешите себе проявлять эту энергию, применять её во благо себе и миру. Какое состояние? Ну, усиливается только лёгкость. Ага. А что с левой рукой? Тоже. Но тут осталось такой вот, всё равно, как чувствуется, какой-то стержень. Угу. А в целом оно, то есть, какое-то сосредоточие, но остальная часть как-то, всё равно, так, не в сломой ладони особенной. Так, что там за стержень? Держи. Достой такой стальной. Стальной. Отлично. Достаем его. Чего уж он там в теле делает? Чего уж он там проявился-то? Самое время освободиться. Выходи, размещайся передо мной. Кто такого будешь? Чей? Что он там проявляет к вам? Понаблюдайте. Вообще ничего. А это вообще ничего? Это как? Это безразличие? Или просто какое-то... Да, это больше безразличие. Безразличие. Вот, ага. Ну, тогда посмотрите на него и скажите, я не буду проявлять к тебе безразличие. Я выбираю проявлять к тебе исключительно добрые чувства. И поощущайте, он вообще чей? Это откуда пришло? Сейчас как бы отца приходит. Угу. Ну, тогда отец, я тебе очень благодарен за всё, что ты сделал для меня. За ту жизнь, которую ты мне подарил. Но я отказываюсь брать чужое. Я отказываюсь реализовывать твои предписания. Возвращаю тебе полным объёмом. Забирай. Как он реагирует? Забирает спокойно. Угу. Я тебе вернул твоё. Выбираю. Забрать себе. У меня такой голубой камушек. Камушек. Ну, он светится изнутри, он такой как-то... Светящийся. Есть по-другому. Так. А давайте-ка его через фильтр пропустим. Если там хоть капелька чужая закралась, затаилась, пусть она останется за пределами фильтра, я принимаю поток только своей силы. Не больше и не меньше. Прошла, в общем, искра такая. На снежинку похожа. Ну, такая объёмная. Там у меня много-много таких порсинок. Так. Вот, если ты моя сила, я разрешаю тебе проявиться во всей красе. Разрешаю тебе раскрыться в полной мере. Я отказываюсь тебя стерживать, ограничивать. Я разрешаю тебе полную свободу проявления. Во мне и в моей жизни. Выбираю с тобой соединиться. Что происходит? Вот сюда, вот в горло. Так, отлично. Отлично. Проявляйся. Отныне свободно и естественно. Поощущайте. А как она проявляется, эта энергия? Что она делает в теле? Куда вы можете её применять? Что это за сила? Отлично. Ну, это даёт больше, наверное, я говорить. Так. Возможность. Какие-то свои, ну, может быть, свои те же самые желания озвучивать. Отлично. Да, я разрешаю себе проявляться. Я разрешаю себе проявлять себя, свои желания. Я разрешаю себе говорить открыто, свободно и естественно. О своих желаниях и потребностях. Я разрешаю себе отныне проявляться. Заявлять. Отлично. Я заявляю о своих желаниях и потребностях открыто и свободно, отныне и навсегда. Я имею на это право. Я имею на это право. Я имею на это право и я его реализую. Замечательно. И теперь, когда вот эта сила влилась, когда теперь есть право заявить о своих потребностях и желаниях, как теперь поведут себя энергии, которые будут правой, в левой руке, что теперь происходит, нет ли никаких помех. Помех нет, там такая прохлада, приятная. Именно на сгибе локтя, локтей на сгибах. Так, отлично. Разрешите теперь этой энергии протекать естественно, свободно, легко. Растворять на своем пути, на пути своего свободного проявления в вас, в вашей жизни. Все помехи, преграды, препятствия. Делать это мягко, комфортно, самым наилучшим для вас образом. Пусть это происходит без вашего сознательного вмешательства. Столько, сколько понадобится по времени до полного завершения процесса. Поощущайте, как теперь идет реакция в теле. Может быть, как-то ярче ощущаете. Не, наоборот, спокойнее. Мягче. Освоилось. Я разрешаю себе одну жить и действовать, исходя изобретенной силы. Проявлять ее открыто и свободно. Применять. На благо себе и миру. И как сейчас ваше состояние? Изначально был страх. Теперь мы все это расформировали. Разобрали все по частям. Разошлось все туда, где ему место. Вам вернулась ваша сила, ваша энергия. Что сейчас насчет страха? Что там? Отсутствие опыта. Больше спокойствия. Так. Доверие в ситуацию. Потому что все все равно может славиться, так и хочется. Так. То есть состояние доверия возникло. Отлично. Спокойное, да. Так. Ожидаем. Ах. Офигитивное ожидание. О, отлично. Ага. А вот там где-то, как мухи, жужжали общественное мнение. Слова чужие, жужжали. Давайте-ка скажем этим людям, обществу, социуму. Я отказываюсь, соответствует вашим ожиданиям. Я отказываюсь реализовывать те установки, которые вы у меня заложили. Я возвращаю вам целиком и полностью то, что вам принадлежит. Забирайте каждое свое, сколько бы вас там ни было, кем бы вы ни являлись. Заберите каждое свое. Заберите каждое свое. Все до последней капли. И последняя капля тоже. Полным объемом. Забирайте каждое свое. Я выбираю жить своей головой. Я вам разрешаю перестать соответствовать чужим ожиданиям и быть самим собой. И себе я это тоже разрешаю. Вы понаблюдайте, все ли они забирают. Может быть, частями уходит этот образ. Может быть, он целиком уходит туда. Вот, Регор, социума. Как этот процесс у вас проистекает. Понаблюдайте за ним. Нет ли где-то какого-то... Ну, не частями, он так потоком, наверное, течет какого-то... Течет потоком. Ага, отлично. Ну, поскольку я выбрал вернуть чужое, имея полное право забрать свое. Согласно закону обмена энергиями. Согласно закону справедливости. Я вернул чужое. Забираю свое в полной мере. Сколько бы там ни было, я выбираю вернуть. Все. Полным объемом. Ну-ка, что там происходит? Какая реакция идет? Там выходит такая лань, такая вот белая-белая, это она наша, прозрачная. Ну, не прозрачная, она вот белая, такая красивая очень. Угу. Какая красота. Она бесплотная, да, она прям еще пытается. Угу. Я разрешаю этой энергии раскрыться. Угу. Преобразоваться в силу. Если ты моя, я выбираю соединиться с тобой, с лиц. Никогда больше не откажусь от тебя. Никогда тебя не брошу. Отныне я решаю, куда, как направлять мою силу, мою энергию. Если ты моя, соединяйся со мной. Я даю тебе достойное место. И разрешаю тебе проявляться во всей красе, во мне и в моей жизни. Отныне и навсегда. Угу. Что происходит? У нас первое так подошло. Вопрос-ка, сейчас. Угу. Она раскрывается как-то в энергию. У вас получается снизиться? Она изначально была больше энергии. Ну, да, но у нее была некая форма, а сейчас она раскрывается. Интересная энергия. Красиво она выглядит, выглядит красиво. Угу. А смелее принимайте ее. Ваша, родимая, по праву рождения вам принадлежит. Это значит, что каждая клеточка вашего тела рассчитана на самое лучшее взаимодействие с этим потоком. Это ваше по праву. Разрешите себе соединиться с этой энергией. Дайте ей свободу проявления. Ага. Разрешите себе реализовать ее. Мало вернуть силу. Запускаем ее. Проявляем ее. Что за энергия-то? Как вы ее ощущаете? Что за возможности такие пришли? У меня больше всего, больше усилилось ощущение, ну, вот, спокойствия и понимание, что все, ну, правильно идет. Взаимодействие с миром, что мы поддерживаем его. Так. Какой, ну, не знаю, гармонии, что ли. Во, отлично. Да. Отлично. Гармония, спокойствие. Я точно знаю, что поступаю правильно. Что все идет своим чередом. Ага. О. Это лучше, чем жужжащие мухи чужого мнения. Ага. Ага. Да, очень лучше. Давайте-ка посмотрим, что ж у нас там еще за опасения закрались по поводу утраты статуса. Ну-ка, где это прячется? Снаружи, внутри. Как оно проявляется? Угу. Такими стальными шипастами, шариками. Так. Вот здесь на шее. Так, выходите. Я вас размещаю перед собой. Все полным объемом. Отказываюсь за вас цепляться. Я вас больше не удерживаю. Отныне даю вам полную свободу. Давайте-давайте. Ну, во-первых, я отказываюсь. Ага. Им страшно. Ага. Потому что только пять, и они сжали, прижали друг другу и дружат. Ну, вышли все-таки, да? Да. Угу. Ну, чье же это добро? Ваше, чужое? Шарики с шипами. Мамина. Мамочка, я тебе очень благодарен. Вот за ту жизнь, которую ты мне подарила. Но это я брать отказываюсь. Я возвращаю тебе то, что тебе принадлежит. Я разрешаю тебе перестать бояться и действовать так отныне, как ты хочешь. И себе я это тоже разрешаю. Мама забирает? Ну, они к ней так вот прижались тоже, к ноге. Ага, ага. Мама. Если там есть то, что тебе когда-то навязали, ты точно так же можешь это отдать. Легко и свободно, как это я сделал. Отдай это тем, кому это принадлежит, если они чужие. Мамина? Или она что-то отдает? Может быть, часть себе оставляет? Да, отдает дальше, что она дает, все. Вот, отлично. Да, мне кажется, чем дальше уходит, тем они как-то радостнее становятся. Угу, угу. Ну, они возвращаются туда, где их истинное место, конечно. И вот сейчас пусть мама вернет себе утраченную силу, утраченную энергию. Она отдала чужое, пусть заберет себе свою силу. Что к ней приходит вместо этого страха? Она такая, как лебедь. Мамочка, принимай свою силу. Я тебе разрешаю отныне жить и действовать, исходя из твоей обретенной силы. Проявляй ее. Проявляйся. И верни мне то, на что мы с тобой поменялись. Я отдал тебе твое. А ты верни мне мою силу, мою энергию. В общем, мама очень рада. Прям так соскучилась по лебеде. Угу. Вот. То есть она мне отдает, нарцисс, но особо даже не глядит в мою сторону, потому что она перетирает. А через фильтр-ка пропустим это дело. Принимаю только свое. Ни каплей больше. А вот если ты моя сила, то я тебя принимаю, я тебя признаю, и никогда от тебя не откажусь. Ну, он стал просто менее вещественным, а так нечестно нарциссов. Угу. Хорошо. Раскрывайся, проявляйся. Отныне мы вместе. Я тебе разрешаю протекать во мне и через меня легко, свободно, естественно. Самым комфортным для меня способом. Я даю тебе свободу проявления. Проявляйся во всем своем естестве. На радость мне и миру. Что с ним происходит? Как получается с ним соединиться? Ну, вот так вот сюда влился. Угу. И вот ощутите его, послушайте, что за энергия такая? Что это к вам такое вернулось? Какая такая легкая, перманентная радость в жизни? Какая-то с общим таким рефреном, рефреном, таким как струн перебор. Я разрешаю себе радоваться. Радоваться жизни. Радоваться тому, что происходит. Я себе это разрешаю. Я разрешаю видеть радость вокруг и в себе. Я разрешаю себе жить и действовать в состоянии радости. Какая чудесная штука. Взамен опасениям пришла. Радость. Угу. А вот теперь всем энергиям, которые влились, разрешите взаимодействовать друг с другом. И взаимодействовать гармонично. Действовать вместе, сообща. Или порознь, как им больше нравится. Я выбираю вас проявлять и применять во благо себе и миру. Ну, какой комплект хороший получился. Да. Вот. А теперь вот поощущайте, поощущайте себя. Как вы теперь смотрите на окружающий мир? Как вы смотрите на ту сферу, где ваша прежняя работа, или настоящая, да, но вы вышли из нее? А как вы смотрите на ту сферу, которая новая для вас? Что изменилось объективно? Объективно сейчас у меня как-то больше появилось такой нитой трагматичности. Ну, как бы готов попробовать. Так, то есть некая решительность. Больше, да, больше такая детская, как бы хочется и колиться сейчас. Угу, то есть появилась некая решительность. Да. Ага. А теперь сделайте шажок другой по направлению к этой новой сфере. Как вы к ней двигаетесь? Насколько вам легко это делать? Вы двигаетесь уверенно, свободно, или есть какие-то состояния тревожные еще внутри? Нет, тревожных состояний нет. Не сказал бы, что прям легко, но и без особых сложностей. То есть... Хорошо, подходите к ней. Отлично. Просто иду. Ага. Свободно, естественно, продвигаюсь. Ага. А дошел вот как раз до этой сферы. И что дальше? Могу войти в это пространство? Давайте могу. Заходим. Чего ж там стоять-то? Могу. Такое ощущение, что прям... Ну и вот теперь слушайте себя и свои ощущения. А вы в той сфере, куда хотели попасть. Страхи ушли, опасения, общественные мнения. Есть только вы, ваши желания. И вот вы там. Вам там хорошо? Вам там нравится? Мне интересно. Так, там интерес. Отлично. Как себя тело там чувствует? Ну, тело больше такой радости отдаёт. То есть мозгами мне больше интересно, а тело так, ну, приятно. Отлично. А теперь пообщайтесь, повзаимодействуйте с этой сферой. Ощутите, рада ли она вашему присутствию. Хочет ли она, чтобы вы с ней взаимодействовали? Ну, пока что там нет. Там, да, изначально была, как бы, когда я только заходил, было ощущение, что ждали меня. А сейчас она, ну, как бы не то, что рада, а удовлетворена. Угу, довольная. Да, вот, ну, правильно, это было, да, довольная. Довольная. Игорь пришёл. Она довольная. Отлично. А теперь пообщайтесь, повзаимодействуйте с этой сферой. Послушайте. Своё состояние и её состояние. Скажите себе, я разрешаю себе открытое и свободное взаимодействие с этим пространством, с этим миром, с этой сферой. Я разрешаю себе здесь проявляться открыто и свободно. Я разрешаю себе гармоничное взаимодействие, равноценное. И вот теперь послушайте эту равноценность. Мы получаем от мира столько, насколько себя ценим. Я отдаю в это пространство и получаю в ответ что-то. Я вкладываю свою энергию, силы, навыки, умения и получаю в ответ. Что получаю в ответ? Финансовые потоки, энергии какие-то. Как там процесс идёт? Я сейчас задумался. В целом мне как готовность ощущается. А у самой сферы... Такое ощущение, что она немножко будет направлять. Вот, вот, вот. Вот сюда мы и пришли. Отлично. И теперь пообщайтесь с этой сферой и попросите совета у неё, у своего подсознания, что мне нужно сделать прямо сейчас для того, чтобы оказаться там, где я хочу быть. Для того, чтобы прийти к этому взаимодействию. Сейчас послушайте себя, своё состояние, информацию, которая идёт. Информация идёт, что я знаю, что делать и уже делаю, чтобы в какой-то момент процесс завершится. Так, а теперь разрешите себе расти в процессе. Я разрешаю себе расти, совершенствоваться, обретать новые навыки, раскрывать те навыки, которые мне помогают продвигаться к желанной цели. Я себе это всё разрешаю здесь и сейчас. И попросите вот эту сферу оказывать содействие. Помогать тем, чем она может помочь на самом деле. Может, какими-то намёками, подсказками. Та-па-казания. Фультавос для вас. Фультавос для вас. – Держи. Фультавос для вас. – Какие-тоolas. Есть какая-то информация интересная для вас? Так, да, можно сказать, есть. Угу. Разрешите себе, разрешите себе слышать и чувствовать подсказки вот этой сферы и вашего подсознания. Разрешите себе их принимать и применять, реагировать на них, действовать. Разрешите себе принимать помощь от мира и от этой сферы в своем продвижении к новому, в своем стремлении к новому, в помощь на своем пути. Как у вас сейчас ощущения? Сейчас какая-то безмятежность, как вот когда на спине плывешь, даже ложишься вот так отдыхать в море. Такая ассоциация первая, что... Нравится такое состояние? Да. Ага. Отлично. Отлично. Сфера вам рада. Она довольна, что вы туда входите. У вас теперь ушел страх, сомнение, поглядки всякие на чужое мнение, и появилось состояние уверенности, спокойствия, безмятежности. Можете ли вы сейчас как-то действовать иначе, как-то иначе смотреть на то, что происходило? Да, могу. Вот, получили ли вы тот результат, который хотели, или примерно тот? Ну, примерно, я не знаю, кого я хотел, поэтому, а сейчас, я думаю, что да. Ага. Сопрос был внезапным, и... Угу. Еще до конца я сам не осознал, что запросил, поэтому, да, пускай. Ну, вот, зато заглянули в эту сферу и посмотрели, что... Главное, что начали, да, действовать. Да. Я тоже считаю, что это замечательный шаг, так, а теперь послушайте, есть ли тут какое-то состояние, которое вам хотелось закрепить? Как себя чувствует тело? Нравится ли тело? То, что происходит? Тело, да. Угу. Ну, и кто живет у нас теперь? Сокол. Угу. Думаю, не похож. Отлично. Сокол. Что умею, что могу. Переустремленность, такая хватка. В каком-то смысле даже получается. Угу. Ну, текст другой. Ну, и в чем-то даже... Что приходит? Отвага, да? Слышали? Отвага, да-да-да. Угу. Вот. И... Как бы способность в том числе и себя, ну, необходимости как-то отстаивать, защищать. Отлично. Отличные качества для продвижения к своей цели не находите? Да. Ага. Пораженного, такого как последнее, ничего не было. Отлично. Целеустремленность, хватка, бесстрашие, отвага. Ну, и сила. Да, все равно сила, да, пускай это будет тоже, кажется, пускай сила. Ага. Способность себя отстаивать. Ага. Как я могу действовать? Там не себя, наверное, на своей границе. То, что даже убеждения. Себя, свои интересы, да. Убеждения, да. Отлично. Отлично. И что с таким набором умений и навыков я могу, я делаю? Как действую, что чувствую при этом? Ну, как и птичка, я, как изначально было, стоянет и без мятежности парю. Ну, то есть, в целом, я отдаюсь как бы потоку. Как она сама разворачивается, все наши большие ситуации. Угу. Угу. Но готов в любой момент. Вот просится схватить. Даже не схватить, взять, что мне надо. Угу. Даже... А вот теперь слушаем. Не пропустить. Да-да-да, именно. А теперь вот слушаем себя. Я это могу или я это делаю? Могу, это круто, это здорово. А вот делаю, я бросаюсь, я беру то, что мне нужно. Ну, когда я вижу, да. Отлично. То есть, я могу и я это делаю. И в каждый момент. Да. От земли, да? И я это делаю в самый подходящий момент. Да. Это как раз умение не пропустить-то, да? Угу. Супер. Как теперь отношусь к себе, к своему телу? Нет, мне в первый раз такое чувство уважения и даже благодарности. Ага, отлично. Очень замечательно. И какой же рождается образ у этого состояния? Как он звучит? Какой у него аромат? Может быть, даже вкус какой-то приходит. Ну-ка, что это за образ такой? Звучит он как прибой, не речка. Запах, наверное, специй все. Каких-то конкретных? Не, не конкретных. Как-то продаются они у этих лавочников. Как интересный такой сборный. Аромат специй. Угу. А образ какой? Что, сока у него страивает? Ну, как сока у птицы. Образ птицы вот этой, да? Да, я его вижу вот так вот головой. Похож на эти знамена древнеримские. Угу. Отлично. А вот теперь понаблюдайте-ка за этим образом. Где он относительно вас находится? Ну, тут вот. Вот. А приглашайте-ка его соединиться. Скажите ему, отныне мы вместе. Я выбираю с тобой соединиться. Я приглашаю тебя. И никогда больше от тебя не откажусь. Получается? Да. Отлично. 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 Теперь почувствуйте каждой клеточкой своего тела это состояние. Я целеустремлённый. У меня есть хватка, бесстрашие, отвага. Я способен себя отстаивать. Свои интересы, убеждения, границы. Я обладаю силой. Я парю, отдаюсь потоку, готов броситься, взять то, что мне нужно. И я это делаю в самый подходящий момент. Прочувствуйте это состояние. И сейчас положите ладошку на грудь. И ощутите, всё ли тело с ним согласно. И если да, то на сколько хочется его закрепить? На пятьдесят. Тогда, здесь и сейчас, с этого момента, с сегодняшнего дня, на пятьдесят лет моей жизни, я закрепляю своё состояние. Я сокол, целеустремлённый, обладаю хваткой. Я бесстрашный, отважный. Я способен себя отстаивать. Свои интересы, убеждения, границы. Я силён. Я умею парить. Я парю и отдаюсь потоку. Готов броситься и взять то, что мне необходимо. И я это делаю в самый подходящий момент времени. Я себя уважаю, и я благодарен своему делу. И одному я выбираю жить, исходя из этого состояния, потому что для меня это важно. Я выбираю проявлять это состояние, навыки, умения с ним связаны, абсолютно свободно и легко. Я выбираю это состояние углублять, совершенствовать, трансформировать на своё усмотрение так, как мне это нравится. И я разрешаю себе делать это легко, виртуозно. Радоваться и процессу совершенствования, и результатам, которые я получаю. Но сейчас поток благодарности себе, любимому, за хорошую работу, телу своему за подсказки, подсознанию, тем энергиям, которые вернулись, роду своему великому, мудрому, за ту силу, мощь, энергию, защиту, которая дадена по праву рождения. Благодарите тех, в кого верите, если верите. Направьте этот поток благодарности тем проявлением высших сил, с которыми чувствуете сейчас наибольшую связь, кто бы это ни был. Бог, Англ, Хранитель, Целенный, Создатель, так как звучит это в вашей Душе, и пусть это будут только ваши слова, и самое глубинное сердце. Пусть вместе с вашим состоянием сокола, за целеустремленностью, бесстрашием, в каждую клетку валяются состояния благодарности. Не разрешите себе отныне все, что приносит вам мир, принимать благодарностью. И пусть этот обмен с миром проистекает каждое мгновение жизни легко, свободно, естественно, на радость вам и миру, на благо вам и миру. И когда будете готовы, можно постепенно возвращаться непременно в хорошем настроении, со своим замечательнейшим состоянием, чтобы в полной мере встроить его, раскрыть во всей красе, собрать все радости и бонусы, и расти из него дальше, самым легким, изящным, прекрасным образом, уверенно и легко, продвигаясь дальше. Ну что, потрудились, пошалили немножечко. Задача закреплять сейчас свое состояние и прослушивать на самом деле, да, при продвижении к этой сфере, при соперикосновении с ней, что происходит, что зарождается в душе. Если возникают какие-то сомнения, страхи, достаем, прописываем, понимаем для себя, с чем работать, что мешает открыто действовать, проявляться, брать то, что хочу, то, что наметил для себя. Это важно. Ну да. Сейчас начнет что-то все это проявляться потихонечку, поэтому обязательно придаем значение всему, что происходит, всему, что всплывает. Ничего случайного не бывает, ни мыслей, ни состояния в трансе, ничего бы то ни было. Все к месту и ко времени. Берем, записываем, анализируем и прорабатываем. Желаю успехов. Спасибо. Я подвижу. Хорошо. Сейчас пьем водичку, обязательно трансуем, закрепляем свое состояние. Успехов вам. До свидания. Спасибо.